Всех приветствую. Продолжаем знакомиться с творчеством художников, скульпторов и их автобиографией. Антуан Круазе Вокс. Шар Антуан Круазе Во. Или Антуан Куазе Во. Выдающийся французский скульптор эпохи барокко, ведущий мастером большого стиля, соединявшего черты классицизма и барокко, был придворным скульптором короля Людовика XIV. Я пользуюсь ютипедией. Шар Антуан Круазе Во. Родился в Леоне на юге Франции 29 сентября 1640 года. Был сыном скульптора. Антуан приехал в Париж в возрасте 17 лет, чтобы работать в мастерской художника Луи Лерамбера, на племяннице которого и дочери художника Ноэля Маргарите. Он женился в 1666 году. Баргарита была на год старше, его умерла спустя год после свадьбы. В 1680 Антуан женился на Клоде Гурдикте из Леона. У него было много детей. В 1667 году Антуан Круазе Во был нанят кардиналом Вильгельмом Эггоном фон Фюрстенбергом для украшения резиденции Саверения. Вернулся в Париж в 1671 году. Стал придворным художником короля Людовика XIV. Стал сотрудником выдающейся команды скульпторов, живописцев и лепщиков-декораторов под руководством первого живописца короля Шарля Лебреяна. Занимался украшением Версальского дворца и садов, в основном создавая реплики знаменитых античных статусов. 28 января 1676 года был принят в Королевскую академию живописи скульптуры. Стал профессором академии и в следующем году в 1694 ректором, в 1716 году канцлером и был директором академии в 1703 по 1705 год за годовой пенсией в 4000 ливров. На этой должности руководил обучением целого поколения французских скульпторов, в том числе своих племянников Никола Кусту и Геома Кусту-старшего, которые стали важными фигурами французской скульптуры с начала XVIII века. Антуан Куазево создавал портретный бюст, на который в его эпоху был большой спрос, а также скульптурные портреты в полный рост, в том числе портрет короля Людовика XIV для фарижской ратуши. В 1689 году парламент Британии заказал конную статую Людовика. Лица его портретных бюстов считались удивительно точными. Он не льстил своим клиентам, но благодаря позам, деталям и точности костюмов умел придавать им особые достоинства. В 1705 году получил королевский заказ на создание скульптур для парка Шато-де-Марли. Создал три скульптуры для Марли – Пан, Флору и Дриаду. Антуан Куазево создал более десяти надгробных памят. В отличие от многих придворных скульпторов, которые лепили модели из глины или гипса, представляя мастерам высекать статую из мрамора или камня, Куазево сам работал с камнем, что было редкостью его времени. И учеником был также скульптор Жан-Луи Лемуан. Антуан Куазево скончался в Париже 10 октября 1720 года. Вот так вкратце из переводной википедии о выдающемся французском скульпторе эпохи барокко Антуан Куазево. Пока-пока, до свидания, смотрим работы.